Лакшми Миттл никого не слушает в Казахстане. Они работали в интересах зарубежных сил. У инвесторов есть все объемующие права, а у республики Казахстан есть только обязанности. Они только высасывали денежные ресурсы. Миттл получил 109 миллиардов тенге. Бывшее руководство страны погрязло в коррупционных интригах. Мы знаем, как обсуждается взаимоотношение Кулебаева с его любовницей Ашкеназии. Для них судьбы людей абсолютно ничего не означают. То есть кто-то все эти договоры подписывал же. И этих людей надо привлекать к ответственности. Уважаемые зрители, у нас сегодня очередной подкаст. Тема сегодняшнего подкаста, к сожалению, это трагедия, которая произошла в Карагандинской области. Пожар на шахте имени Костенко погибли, к большому сожалению, 45 шахтеров. По этому поводу сегодня мы пригласили к нам в гости, в нашу студию, депутата Мажелиса Парламента Республики Казахстан Ирлана Саирова. Ирлан Бехмедович, добро пожаловать. Здравствуйте. Ирлан Бехмедович, как вы считаете, сегодня инвесторы, которые в Казахстане работают, могут ли они себе вообще такое позволять? Сегодня, в 21 веке, когда мы живем не в пещерные времена, и чтобы вот так вот хладнокровно относиться к жизни людей, это же не первый год же, то, что сейчас у нас происходит. Откуда вообще этот Лакшми Миттл появился у нас в Казахстане? Вы знаете, мы должны немножко углубиться вообще в историю привлечения инвесторов в Республике Казахстан. Есть такое понятие, как коллаборационизм, то есть когда государственные деятели работают в интересах зарубежных олигархов. Мы, к сожалению, должны констатировать, что в начале 90-х годов в Казахстане была ситуация, когда руководство страны занималось коллаборационизмом. То есть они работали не в интересах Республики Казахстан, не в интересах людей, которые живут в Казахстане, они работали в интересах зарубежных сил. Это нужно признавать. Даже если мы сейчас рассмотрим один случай, вот с Арселу Армиттл мы убедимся, что когда принимались решения, все решения принимались в пользу инвестора. Эти все договора заключены таким образом, что у инвесторов есть все объемлющие права, а у Республики Казахстан есть только обязанности. Таким образом ущемлялись национальные интересы Республики Казахстан. Это, конечно, очень больно. Некоторые лица говорят о том, что за это были получены комиссионные, очень крупные комиссионные. И речь идет о том, что именно в этот период национальные интересы Республики Казахстан, они были направлены к забвению. У нас был такой отрезок в истории. И за 30 лет независимости Республики Казахстан мы сегодня пожинаем те плоды, когда в те времена налево-направо подписывались все эти инвестиционные соглашения. Такие соглашения, где ущемляются национальные интересы Республики Казахстан, они есть и нефтяные, они есть и в других отраслях экономики нашей страны. Поэтому я думаю, что этот печальный случай с Аксералом Миттал, это не первый и не последний случай. Нам предстоит очень сложный период. Мы должны, во-первых, восстановить свои национальные интересы. А для того, чтобы восстановить свои национальные интересы, мы должны научиться работать в международных юрисдикциях. То есть все эти псевдоинвесторы, которые к нам пришли, они за счет казахстанского народа обогатились, они за счет казахстанского народа встали на ноги, но взамен Казахстану они ничего не дали. Вот даже инвестконтракт, который был подписан в 1995 году, кормят комбинат, продали за 225 миллионов долларов. Тогда как стоимость самого комбината стоила более 10 миллиардов долларов. Вы представляете, какая разница? И то вот эти вот 225 миллионов долларов были выплачены через некоторое время, когда уже они заработали на ресурсах этой компании. То есть фактически они абсолютно ни копейки не вложили в эту компанию. Они только высасывали денежные ресурсы, высасывали человеческие ресурсы, они загрязнили экологию, но взамен абсолютно ничего не дали. И только в прошлом году, например, в качестве дивидендов Миттл получил 109 миллиардов тенге. Вы представляете? 109 миллиардов тенге. Это же колоссальная сумма. Да, это колоссальная сумма. И каждый год он получает такие дивиденды. Это только официальные дивиденды. А сколько они получают различных других преференций. То есть именно те договора были заключены таким образом, что за счет Казахстана обогащались какие-то криминальные элементы, которые приезжали в Казахстан. Мы в начале 90-х годов в Казахстан потянулись всякие авантюристы, всякие полукриминальные элементы, и им было предоставлено право получать все лакомые куски стратегических отраслей нашей экономики. Об этом мы должны сейчас прямо уже говорить. И пришло время все это сейчас исправлять. Хотя 30 лет прошло, огромные ресурсы потекли. Я думаю, что сотни миллиардов долларов казахстанцы потеряли. Тем не менее, мы ситуацию должны исправить. Но для того, чтобы ситуацию исправить, мы должны быть в первую очередь, мы должны мыслить трезвым умом. Есть так называемая международная юрисдикция. То есть, если сегодня вот с этими, со всеми компаниями мы будем разрывать контракты, они завтра в Европе, в других судах, они на Казахстан будут давать различные суды. Поэтому, в первую очередь, мы должны сегодня создать такую систему, когда мы могли бы свои национальные интересы отстаивать именно в этих международных судах. К большому сожалению, на данный момент Казахстану именно в этих судах доверия нет. Почему? Потому что все Казахстан, именно в Европе, в других так называемых цивилизованных странах, Казахстан считается одним из коррупционных стран, где именно бывшее руководство страны погрязло в коррупционных интригах. Европейские правоохранительные органы, европейский истеблишмент четко следит за тем, как все это происходит. Мы знаем, что именно семья Назарбаева покупала в Лондоне и в других городах крупную недвижимость. Мы знаем, как обсуждается взаимоотношение Кулебаева с его любовницей Ашкеназией в Лондоне. Мы знаем, что сегодня творится в Испании, когда сообщество Испании выходит против вот этих вседозволенностей, которые делают, опять говорят, что это семья Назарбаева. К большому сожалению, репутация нашей страны подмочена. Но времена меняются. Мы ради наших детей, ради наших внуков сегодня должны восстановить справедливость. То есть восстановление справедливости, это, с одной стороны, должны быть четкие меры в соответствии с законодательством республики Казахстан, но, с другой стороны, мы должны быть готовы к тому, чтобы себя защитить в международных структурах. Вот это самое главное. Что касается Лакшим Миттл, я думаю, что здесь вопрос решенный, но, тем не менее, тем не менее, не должно быть такой ситуации, когда 30 лет уже все ресурсы использовали, модернизацию производства не проводили, не занимались безопасностью труда, то есть теперь они хотят нам оставить обломки этого предприятия. Такого не должно быть. Если там разрывается контракт, то Казахстан должен получать ощутимую еще компенсацию. Вот эту компенсацию мы можем получать только тогда, когда в международных юридических мы сможем доказать, что вот эти вот субъекты, они только эксплуатировали людей и ресурсы республики Казахстан, они нанесли колоссальный вред экологии нашей страны, для них судьбы людей абсолютно ничего не означают, и поэтому мы должны сделать так, чтобы именно общественность Европы и других стран с презрением относилась к таким вот людям. То есть мы должны работать и с общественным мнением этих стран, мы должны работать с такими структурами, как международная организация труда, как международная конфедерация профсоюзов, которые занимаются защитой труда. Если мы вот эту вот работу сможем четко выстроить, я думаю, что у Казахстана есть возможность защищать свои интересы. Дело в том, что вот эта вот ситуация, это только один частный случай. Но если мы сейчас будем говорить о том, что в 90-х годах в нефтяной сфере, в сфере цветных металлов, также в других сферах были аналогичные ситуации, тогда я думаю, что скоро вскроются детали и других очень крупных контрактов, где, конечно, нелицеприятно будет вот этим вот людям, которые в свое время принимали такие решения. И тогда Казахстану в любом случае придется комплексно защищать свои национальные интересы. Вот это вот самое главное. И теперь об ответственности лиц. Вы знаете, если, например, скажем, в 95-м году вот с Лакшими Миттой, когда заключали договор, у меня есть информация о том, что 25% должны были остаться в собственности правительства республики Казахстана. На данный момент эта собственность тоже размыта. То есть кто-то все эти договоры подписывал же, кто-то принимал решения. Вот эти вот люди, которые принимали решения, которые подписывали эти договора, они на самом деле предатели национальных интересов нашей страны. Этих людей надо привлекать к ответственности. Мы не должны молчать. Ну это безусловно. То, что сейчас произошло, это вообще 45 человек. Еще одного там не нашли. А еще сколько людей в больнице сейчас лежат. Это очень плачевная ситуация. Вот в этом случае, вот Серик Ахметов, бывший премьер-министр, экс-аким Карагандинской области, он в одном из интервью говорил, что Лакшми Миттал никого не слушает в Казахстане. Абсолютно. На него нет управы ни Акимов, ни премьер-министров. Не только Лакшми Миттал. Да. Точно такая ситуация в нефтяной сфере. Если вы поедете в Атраусскую область, где работают тоже иностранные, в кавычках, инвесторы, они тоже на местах не соблюдают национальное законодательство Республики Казахстан. На них тоже нет управы. И они все говорят о том, что они давно уже договорились с руководством страны. То есть лично с Назарбаевом, они так и говорят. У нас есть договоренности, поэтому мы не будем вкладывать деньги ни в экологию, мы не будем покупать казахстанское отечественное производство, мы все будем привозить из-за рубежа, мы даже специалистов будем привозить из-за рубежа, мы не будем заниматься обучением, потому что давно есть такая договоренность. Вы представляете, ресурсы принадлежат народу Республики Казахстан, а народ абсолютно никакой пользы от этого не имеет. Сегодня и в других отраслях экономики Казахстана, к большому сожалению, именно такая ситуация. Поэтому я говорю о том, что в 90-х годах руководство страны занималось именно коллаборационизмом, то есть защищало не интересы Республики Казахстан, не интересы народа нашей страны, а интересы отдельных субъектов, которые назвались в то время инвесторами, которые, кстати говоря, имеют очень сомнительную репутацию за рубежом, в том числе и в тех странах, где они работают. — Вот в августе был пожар в Караганинской области, также там пять шахтеров умерло. Тогда премьер-министр действующий, Алихан Смаилов, он сказал, что мы доведем дело до конца, все будут наказаны. Ну, в итоге повторилось еще в больших масштабах. — Да, в худших масштабах. — В худших. — Вы знаете, я же говорю, вот дело в том, что мне на данный момент нет правовой базы, чтобы наказать тех людей, которые истинно принимают решения. Это учредители, это те люди, которые руководят вот этим вот предприятием из-за рубежа. До них не могут дотянуться ни правоохранительные органы Республики Казахстан, ни наши руководства в нашей стране. Почему? Потому что вот в 95-м году прошлого века договора заключены таким образом, что Казахстан, Республика Казахстан абсолютно не имеет никаких прав. У Казахстана только есть свои обязанности. Казахстан обязан вот это, Казахстан обязан то и так далее. А все права, все права остались за этими вот псевдоинвесторами. Поэтому на данный момент вот они, честно говоря, беспомощны. Ну вот тот же Лакшми Миттл, у него есть предприятие в Украине, да? Там таких случаев нету. У них есть предприятие в Украине, в Европе и так далее. И там шахтуры получают от 3 миллионов тенге. Вот, вот. Ну я к тому, что смертей нету там таких, как у нас. Да, во-первых, нету смертей. Во-вторых, у них заработная плата от 3 миллионов в эквиваленте тенге и выше. А у наших шахтюров всего 250 тысяч тенге. То есть разница в десятки, более десятки раз. Представляете? Это одно. Второе. Вот это вот предприятие, по-моему, Криворожский металлургический завод, Миттл купил за 5 миллиардов долларов, вернее, 4 миллиарда 800 миллионов тенге. А наш завод, ему обошлось всего 225 миллионов тенге, и то с рассрочкой. Он же сразу эти деньги не вложил. 225 миллионов тенге? А, долларов. Долларов, да. Долларов, да. И то с рассрочкой. То есть он же сразу эти деньги не вложил. Он продавал ресурсы, и от продажи этих ресурсов он рассчитывался со страной и так далее. Поэтому, конечно, диспаритет огромный, и это говорит об их отношении к Казахстану. Понимаете? Если они так думают, если руководство страны наплевательски относится к своим национальным интересам, то зачем нам туда вкладывать? Зачем нам там заниматься человеческим капиталом и так далее? Поэтому сегодня мы должны думать о достоинстве нашей страны. Достоинство нашей страны будет только тогда, когда высшие руководители нашей страны, они истинно будут заниматься отстаиванием национальных интересов. Буквально за три года мы сейчас руководство страны пришло к такому пониманию, что, конечно, надо отстаивать интересы нашей страны. А вот за последние 30 лет, конечно, мы видим очень много таких вот темных дел. Я читаю очень много литературы, и китайские руководители, у них там проходят пленумы, съезды и так далее. И я вот обратил внимание на одно высказывание Цзиньпина. Он говорит о том, что другие страны не занимаются отстаиванием своих национальных интересов. Другие страны не занимаются повышением благосостояния народа, которым руководят, а мы будем поступать иначе. Я думаю, что когда он об этом говорит, он, скорее всего, конечно, имел в виду Казахстан. Как вы считаете, вина Назарбаева в этой ужасной трагедии? Есть, конечно, прямая вина, потому что он подписывал, вернее, не он подписывал, но он пригласил этого индуса. Там же в воспоминаниях вот так и говорит, что я лично позвонил Лакшиме Миттелу. Благодаря моему звонку он остался в Казахстане и на данный момент работаю. Поэтому здесь личная вина есть. Вы знаете, и в других договорах, конечно, очень много. Мы можем говорить о том, что да, это были трудные времена, многие предприятия простраивали, надо было обеспечивать работой населения страны, но тогда нужно было заключать договоры на краткосрочный период, а не эти кабальные договоры, которые на 50 лет и так далее. Мы фактически подставили, не мы, вот эти вот люди, в том числе, бывший президент Республики Казахстан, он подставил последующее поколение, потому что все эти ресурсы, они принадлежат не нам, они принадлежат нашим детям, нашим внукам. Завтра как мы будем им смотреть в лицо? Вот в чем вопрос. Вот если сейчас Казахстан расторгнет контракт, да, сейчас процесс же идет вот этого, там говорят, что очень большая финансовая подушка у Лакшми Миттала. Я думаю, что сейчас кулуарные переговоры давно шли к определенному какому-то соглашению все-таки пришли, но я думаю, что просто разрывать контракт нельзя. Я считаю, что сегодня нужно провести комплексный аудит этого предприятия. Мы должны провести анализ с 95-го года прошлого века, сколько выкачано средств, сколько выкачано металла, самого металла, металла, какой вред нанесен экологии Карагандинской области, и должен быть международный аудит, который имеет легитимность в международных юрисдикциях, и мы должны предъявить счет. Иначе никак нельзя. Мы должны защищать достоинства нашей страны. Это же достоинство наших граждан, если каждый такой вот заезжий человек будет приезжать и все выкачает и будет уезжать, какое будет достоинство в нашей стране, как мы будем смотреть в лицо нашим гражданам, как мы будем ходить за рубежом. Вот в этом заключается именно отстаивание национальных интересов нашей страны. Мы должны не просто его отсюда выгнать, мы должны выгнать таким образом, чтобы он вернул вот весь, во-первых, весь этот урон, который нанесен. Есть же еще моральный урон, мы же страдаем, есть моральный урон, есть физический урон, есть конкретный вред экономике и нашей экологии. Мы должны получить компенсацию, никак нельзя, иначе никак нельзя. И может быть за один год не получится, мы же видим, мы просто сейчас должны собирать факты, чтобы эти люди, они знали, что когда-то придется отвечать, и отвечать кошельком. У них нет совести, у них есть только одно понятие, это кошелек. И мы должны сделать так, чтобы каждый из таких заезжих людей, они знали, если обманешь, то будешь отвечать солидным кошелком. Вот 28 октября, в день трагедии, президент Укаев был тоже в Караганде, и там он собрал экстренное совещание, где присутствовали члены правительства, и Светлана Жакупова, министра социальной защиты и труда, она сказала, что будет компенсация там ежемесячно от 400 до 500 тысяч тенге семьям погибших, еждивенцам, до 18 лет, пока им исполнится. Это вот и есть цена жизни получается 400 до 500 тысяч тенге в месяц? Я думаю, что там меры будут и другие, комплексные меры. Там должно отвечать и государство, и инвесторы в том числе. Я думаю, что наши государства разберутся. Хорошо. Ну и в целом теперь в конце, если так подытожить, какие вообще так скажем Казахстан сейчас должен принимать меры в отношении вообще всех инвесторов? Нужна ли какая-то вообще комплексная так скажем аудит по всем инвесторам, которые есть у нас в стране? Какое у них отношение к так скажем Казахстану? Выполняют ли они договоры? И нужно ли вообще пересмотреть все договоры, которые имеются сегодня с государством? Ну мы должны работать системно постепенно. мы же знаем эти все компании, которые в свое время зашли в Казахстан они зарубежные компании. У них есть очень солидная юридическая база. Они привыкли вот они считают Казахстан страной третьего мира и у них есть всегда запускной вариант. если например скажем мы сейчас будем расторгать какой-то договор они завтра потянутся суды. Поэтому мы должны действовать таким образом. Первое нужно провести комплексный аудит. Я думаю что этот процесс уже идет. Если мы видим что национальные интересы республики Казахстан они в этих контрактах они не соблюдаются то мы должны с каждым этим инвестором работать индивидуально. но в то же время мы должны собирать очень солидные досье. Как они относятся к человеческому капиталу нашей страны. Соблюдают ли они экологические нормы. Насколько эти компании сотрудничают с отечественными производителями это очень важно. если некоторые компании занимаются добросовестно то с ними нужно работать. А есть компании которые абсолютно игнорируют экологическую норму законодательства которые даже воду закупают из-за рубежа. С этими компаниями конечно нужно будет разбираться жестким образом. для этого мы должны сегодня уже разработать систему когда мы можем обращаться в международные организации. Я уже отметил существует международная организация труда существует международная конфедерация профсоюзов это организации которые занимаются защитой труда. За рубежом есть еще другие общественные организации которые отстаивают интересы стран третьего мира. мы сейчас должны признать что за рубежом Казахстану относятся как к стране третьего мира. И мы должны там создавать общественное мнение. Если мы там сумеем создать общественное мнение против этих корпораций которые игнорируют интересы республики Казахстан то это один шаг вперед. А второй шаг мы должны создать такую систему когда мы четко можем защищать интересы республики Казахстан в международных судах. К большому сожалению сегодня мы такой инфраструктуры не имеем. Мы везде проигрываем. один только показательный пример это пример стати Казахстан ему повсеместно проигрывает. Из бюджета выделены порядка около миллиарда долларов только на эти суды и никаких результатов абсолютно нет. Поэтому пример для нас должен быть четким сигналом каким образом работать как собирать материалы как создавать общественные мнения и дальше мы уже должны создать комплексную систему. Без этого нельзя. То есть никто кроме нас за рубежом нам помогать не будет. Почему? Потому что деньги нужны всем. Вы знаете мы приходим к такому циничному выводу вот этот цивилизованный запад он везде отстаивает свои экономические интересы. Он до конца будет отстаивать. Поэтому кроме нас самих никто нам помогать не будет. То есть мы должны взрослеть мы должны становиться становиться более опытными более профессиональными мы должны создать агрессивную политику защиты своих экономических интересов за рубежом иначе никак. Ну и в самом конце как вы считаете сейчас после вот таких крупных аварий именно на шахтах вообще профессия шахтеров она не девальвируется люди не перестанут работать? Вы знаете я думаю что нет традиционные вот эти вот энергоресурсы на сегодняшний день они опять в тренде если некоторое время назад все европейские и в Америке все эти шахты закрывались то сейчас идет обратный процесс в Европе все эти шахты опять работают потому что нет альтернативных энергоресурсов к большому сожалению еще нету поэтому у нас другого выбора нету мы должны создать все условия чтобы соблюдать технику безопасности труда чтобы туда вкладывались очень большие средства чтобы мы берегли наших людей и специальность шахтера была как в свое время такой почетный у нас пока у нас другого выхода нету я вам еще раз говорю шахтера например в Европе получает от 3 миллионов тенге и выше в нашем эквиваленте 10 раз больше нет более 10 раз а наши шахтеры получают всего 250 тысяч тенге вот эта вот разница куда уходит вот эта вот разница как раз уходит на взятки уходит на поездки на яхты и так далее вот этих новоришей Ерлан Вяхмедович спасибо что пришли очень важная тема на самом деле уважаемые зрители обязательно напишите комментарии что вы думаете по поводу данной ситуации какое наказание должны люди понести не забудьте подписаться на канал до скорой встречи художь курс неверно поскольку надо парк там и cortex мама sto парк о